Девушки отдыхают Там как-то мы слишком много употребили алкоголя Где-то я взял ножик, кого-то порезал, кого-то побил И за один день так все и поменялось В те же 15 лет, я не помню, как-то мы в магазин зашли Когда я уже связался с плохой компанией Куртка, четкая куртка Нет, что позвонить, маме, дам, маму узнать Может, купим куртку Надо ее украсть Надо в любом случае взять ее, как-то украсть Такое ощущение, это как, короче, например, такие шестеренки А я такой мягкий шарик, который эти шестеренки сжимают И так, короче, везде темно, и ничего не понятно Я еще никого не знаю Ложи сюда Все хорошо, пойдем Слезы были Я плакал, потому что он маму расстроил Да и сам виноват, что сюда попал Комната, подъем Ну, трудновато поначалу-то было Что-то непривычно как-то Третий отряд, выходим на построение на зарядку Третий отряд, выходим на построение на зарядку Подъем в 7, доволея встал Часов в 10, в 11, тут в 7 подъем Как-то непривычно было Все по распорядку Завтрак, обед, ужин Вот это Я чувствовал растерянность Как какую-то осознание того Что, возможно, я проведу здесь В ближайшем еще года три Знать распорядок дня это важно Много дел предстоит нам отважен В отцели честь не случилась И два не сложилось Поставят нас тут на правильный путь Это очень трудно было Первую неделю, там месяц Каждый день здесь приходят почти одинаково Начинается подъем Потом проходит физическая зарядка После физической зарядки мы идем на завтрак Третий отряд, приемы пищи приступить Приятного аппетита Приятного аппетита Прием пищи закончить Выходим, строимся После завтрака приходим Там начинается приборка комнат Вот это все, приборка отряда После приборки отряда Там покарточная проверка Нас считают Вот это все Ну потом там Бывают лекции Воспитатели проводят лекции Мероприятия спортивные Там просмотр кинофильмов Смотрим там Сидим телевизор, футбол И подошли Выбрали книгу И взяли Почитали Чтобы вас опять не отпружинило И не возвратило опять Места лишения свободы А вы должны Себя сразу Раз и проявили Пришли А у вас Трудоустроены вы были Там в заведении Несколько лет Или несколько месяцев Ну наступает вечер В 7 часов вечера Начинается ужин После ужина Опять же все в отряд Начинается вечерняя уборка И после вечерней уборки После отбоя Все заново Подъем Зарядка Завтрак После завтрака В отряд наводим уборку Мероприятия Лекции Обед После обеда Там чаще всего Были спортивные игры Типа отбола В спортзал Начинается ужин После ужина Вечерняя уборка И после вечерней уборки Отбой После отбоя Все заново Подъем Зарядка Завтрак Учеба В ПТУ Обед Уборка Лекции Спортзал Ужин В отряд Отбой После отбоя Все заново Ну на воле Никто никогда не думает Какова ценность Вот этой воли Когда там открытый мир А тут Немножко замкнутый Закрытый Как будто Ничего-то Всегда не хватает Насчет родителей Можно не обсуждать Вопросы Типа Скучаешь ли Любишь Конечно Люблю Конечно Скучаю Как можно без этого Какого-то Привет Дорогой мой До рождения Тебя Спасибо Пойдем Ну чего Как все? Все хорошо Все хорошо? Точно? Чем занимаешься? Как закончил школу? На тройке На тройке? Ну ладно Не на двойке Молодец Домой это хочется А мне очень хочется А что, где тебе было лучше? В ФРСи или Здесь, когда тебя вывели в зону? Конечно Здесь было лучше Ну, в ФРСи сидишь в камере Будем писать заявление Это на УДО? Не знаю, да Посмотрим Посмотрим Получается Это у тебя через сколько? Можно через... В 20-м году В 16-м году В 20-м? Это получается Ты освобождаешься В 21-м году? Да В 21-м году В сентябре Нет В марте В марте В 15-м году В 15-м году Мы, да Николай, натворил ты делов Ну ладно Чего Справимся Если говорить про жизнь в колонии То первой трудностью Это Как-то себя найти В коллективе Как ты Себя подаш В коллективе Какие действия Будешь делать Ты Какое поведение Будет у тебя Так же к тебе Будут относиться люди Не только сотрудники Но и воспитанники Тут В отряде есть пацан Там Белка Ну, Костя И я как-то увидел То, что он как бы На регби Собирается Я такой Ну, ты куда пошел Он такой В регби Я говорю Что за регби Он такой Это типа Американский футбол Только в России Я такой Ну, типа Место еще есть Он говорит Ну, типа Ну, типа Давай собирайся И пошли Поиграем Дальше Играть будем? А кто-нибудь Про регби Что-нибудь знает Вообще? Входит он В олимпиаду Нет? Олимпийский Спорт А есть Про регби? У тебя Очень хорошо Все получается У тебя Вес Масса Такая Что ты можешь И противника пройти И встретить его нормально И Скорость у тебя Неплохая Я думаю Что Если есть желание Дальше продолжать Заниматься регби Тебе надо этим заниматься Потому что Все неплохо получается Ну, подумаешь Там, да, бывает Проиграл Ничего страшного Мы все проигрываем Когда-то Проиграл Вышел в следующий раз Победил Дохват Мяч не выложи 29 июля Будет матч Соревнование по регби Кто из вас С нами в регби Играет И нарушений Утреколонии не имеет Могут тоже съездить Поэтому Тренируйся Старайся Ты хоть себя В деле проверишь Посмотришь Как оно В нормальной Регби Зарубится Играешь Много тратишь Потому что Здесь энергии У нас очень много Потому что Мы дети Все-таки Хоть никакие Хоть и преступники Играет 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 От этой обстановки Не видеть Этих заборов И просто Играть Это помогает Здесь много Тренируйся И к тем требованиям Которые К тебе Предъявляются Колонии То Будешь Помещаться В изолятор Общения С миром Никакого Нет Ты в клетку Попал я сюда Потому что Относился К всему Безответственно В основном Играет Большую роль Гордость Гордость Она Плохое качество Регби Это игра Настоящих Мужчин Там Много Борьбы Много Схваток Надо Думать Играть Не только На самого Себя Играть На команду Так Постройчив Старые ошибки Возможно И в чем-то Они давали О себе Знать Но я Решил Не жить Прошлым И Брать Все Что Есть Настоящего Хочу Стать Человеком В этой В этой Жизнь В этой жизни В этой жизни 29-й В этой жизни Допонятно Как и Контернов Съем На Война Спорт Конечно же Нес Мою в мою жизнь изменения. Меня спорт сделал целеустремленным, человеком. Если сюда попал, надо жить по-новому, как бы, не смотря, что случилось. Надо дальше жить. Тюрьма – это же на себе никогда ничего не заканчивается. Надо жить дальше и выходить побыстрее домой, и дома уже помогать родным, работать, жить, чтобы больше сюда не попадать. Пляжное регби сегодня в Архангельске атакует Так будет команда «Водник», нужна передача, и этот пас следует. Нужен еще один пас, но будет потеря контратака. Так будут фавориты, но у них не получается. Очень крупная защита соперника. Здесь прорыв «Водника», и это попытка однозначно. Первый тайм завершен, друзья. Ждем продолжения. Парни, все отлично получается. Хорошо идем. Больше паса, больше просим пас. Ставим соперника. Отлично все получается. Давайте. Раз, два, три, вперед! Фавориту нужно отыгрываться. Захват! Еще одна попытка прорвать линию, и снова мощный контакт. Теперь уже фаворит обороняется, и делает это успешно. Прорыв, прорыв команды в оранжево-черной форме, но потеря — еще один классный захват. Ну что ж, последний шанс, и будет ли засчитана эта попытка? Звучит финальный свисток, друзья, и игра завершилась. Мне кажется, что этот матч порадовал и болельщиков, и непосредственных участников. Больше регби, больше классного спорта в Архангельске. Каждый хозяин своей жизни лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Потому что это большое время летит. Оно стоит на месте здесь, и все. А на воле можно много что более лучшего и полезного сделать для себя. Главное — вовремя остановиться, если кто-то начал. И когда, ну, духа падаешь, у тебя ничего не получается. Ты просто беззаботно ходишь и цели себе не ставишь. А если ты ставишь себе цель, то ты думай в первую очередь, что ты можешь сделать сегодня для того, чтобы она сбылась. И все обязательно получится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok